Мы очень часто слышим и говорим о том, что любим, что нам нравится, и также часто мы говорим о том, что мы не любим и что нам не нравится. Но как много вариантов вы знаете на английском? I'm fond of reading, скажут те, кто готовились к экзаменам. А еще? А посовременнее? Обсуждаем это сегодня. С вами Вероника и Puzzle English. В этом видео нам важно не просто рассказать вам о синонимах I like, но сделать так, чтобы после этого урока вы точно понимали, как употреблять эти синонимы в речи. Поэтому мы будем проговаривать их в утвердительных, отрицательных предложениях и в нескольких временах для сравнения. Поехали! Первый синоним. To be a fan of something. Быть фанатом чего-то, кого-то. В русском языке мы не так часто используем такую формулировку «быть фанатом», то есть воспринимается как-то по-другому. А в английском она звучит легче, поэтому можно смело переводить, как увлекаться чем-то, любить что-то делать. Чаще всего она дополняется прилагательными. А теперь посмотрим, как мы употребляем эту фразу в утверждении. Ей очень нравятся друзья, она большой фанат друзей. Я большой фанат танцев, очень люблю танцы. Хожу на танцы каждый день. Я раньше очень любил его шоу, но сейчас как-то не особо смотрю. В отрицательных предложениях. Я особо как-то не фанат, мне это особо не нравится. Она никогда не любила спорт, никогда не понатела, не увлекалась спортом. Двигаемся дальше. Также является синонимом «I like it». И давайте разбираться, как и когда мы употребляем эту фразу. Начнем с интересного момента, что это выражение может употребляться как в контексте увлечений, хобби, так и в романтическом смысле. О, боже, ты точно ему нравишься. Я не могу поверить, что он тебе нравится. Он что, тебе нравится? Но не менее часто используется и в разговорах об увлечениях и интересах. Например, Чем ты увлекаешься в плане литературы? Какие книги тебе нравятся? И вот, кстати, на этом примере я хотела бы остановиться, потому что совершенно случайно у нас всплыло классное выражение что-то white. И мы его используем, когда хотим сказать, говоря о, в плане, в вопросах о, то есть Что тебе нравится в плане спорта? О, я большой фанат футбола. И теперь вернемся к другим примерам, с to be into. Спасибо за приглашение, но мне совсем не нравится поп-музыка. Она последнее время увлеклась танцами, и у нее получается все лучше и лучше. Не переживай, ему просто эта тема не очень нравится, он не очень увлекается этой темой. А вот такое выражение вы слышали? Это довольно популярное выражение в американском английском. Оно также является синонимом I like it. Рассмотрим примеры. Мой папа так любит Рождество, что мы начинаем готовиться в ноябре. Единственная причина, по которой она ходит в клубы, это то, что она обожает танцевать. Пожалуйста, не заставляй меня туда идти, я не такой фанат музыки. Уверена, что вы обратили внимание на то, что мы старались везде показывать и отрицательные формы, чтобы вы знали, как можно говорить о том, что вы не любите, и о том, что вам не интересно. И небольшое замечание. Избегайте формы I don't like it. Она звучит резко и даже грубовато, поэтому не стоит говорить это прям в лоб собеседнику, иначе вы рискуете эмоционально оттолкнуть от себя человека. Можно подобрать более вежливый вариант. I don't really like it. Мне не очень это нравится. Или it's not my thing. It's not really my thing. Это не совсем мое, это не моя тема. I'm not that big on it. Я этим особо не интересуюсь, не увлекаюсь. It doesn't really appeal to me. Более формальный вариант. Мне это не импонирует. I'm not that into this idea. Я как-то не проникся этой идеей. Мне не очень близка эта идея. Тренируйтесь в комментариях. Задавайте вопросы другим. Пишите о своих интересах. Ведь только практика поможет сделать эти выражения вашим активным словарным запасом. И, конечно, переходи на Puzzle English и становись лучше вместе с нами. See you soon! Субтитры сделал DimaTorzok